Ее, мазокакер! Ну это просто обалдеть! У меня теперь свой личный дирижабль есть! Хо-хо-хо-хо-хо! Бэкст, 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 он там! Быстрее, туда! Всем привет, ребята! Наконец-то я добрался до Трилэнс! Давненько меня здесь не было, и нужно посмотреть, что здесь новенького добавилось. Ух ты, подписчики подлетают, вы посмотрите! Доггинсон у нас в форме робота. Так, ну дай-ка... Ай, я хотел на шар запрыгнуть! Блин, меня так обломало. Почему я не смог запрыгнуть на шар? По-моему, на него можно было как-то залазить. В общем, дела у нас обстоят следующим образом. Мы же тогда строили промышленную базу у меня, в правой стороне моего дома. И, как мы видим, в моей промышленной базе не хватает две машины по производству золота. Это у нас ежевика, мы на нее еще не сделали квест. И арбузная машина, она у меня уже есть, и сегодня мы ее поставим. Хотя, я думаю, что мы ее прямо сейчас с вами и поставим. Тут делов-то! Эть, так мне нужно палет найти где-нибудь, вот такой вот палет. Так, достраиваем сюда. Отлично. И теперь достраиваем сюда арбузную машину. Ооо! Здорово, здорово, здорово! Почти все готово! Осталась последняя машина из ежевики. Ну и попробуем нашу ежевику найти при помощи компаса. Ооо, да ладно. Написано, что ежевика не спавнится в течение дня. Это как? Это как так? Понятно, значит она при каких-то определенных условиях спавнится. Хм, давайте попробуем наших всех знающих подписчиков у Дук Доггинсона и... Мама Шенни... Извини, дружище, твой ник не могу прочитать. Мама... Шенни... Один... А, извини. В общем, Мамашини. Будем звать тебя Мамашини. Ну вот. Мой подписчик согласился показать мне, где растет ежевика. И сейчас я... Так, как-нибудь сяду так удобненько. Ай! Ой-ой-ой-ой-ой! С какой высоты я грохнулся? Лети сюда, дружище. Ты... Зачем ты бросил свой вертолет? Ладно, поедем на машине. Вертолет значит у нас... Вертолет значит у нас не в почете. Ну что, поехали. Веди. Он на Камазе, я на своем драндулете. И Дог Догинсон мне написал, что ежевик испавнится только на закате. Ммм... А закат мы профукали. У нас только наступил рассвет. Точнее, уже день. Так что теперь нужно ждать все по-новому. Блин, ты можешь на своем Камазе ехать побыстрее? Я тебе... Давай! Я тебя потолкну! Чего ты хочешь? Пересесть на другой транспорт? Ладно. Тенем свой драндулет у него в гараже. Оооо, будка телепортация! Нифига ж себе! Офигеть! А я так смогу? Не, походу я так не смогу. А вы видели? Он такой встал, сложил руки и куда-то телепортнулся. Я тоже так хочу? Эй! Телепортните меня! Опа! Походу я телепортнулся или походу я застрял? Я застрял! А нет, телепортнулся! Прикольно я куда-то на какой-то другой этаж попал. Так, куда ехать надо? Нифига у него тут постройки. Это что у него? Криптонит тут растет? От Супермена? Не, это... А! Это на арбуз похоже. Да, кусты арбуза или что-то такое подобное. Если я не прав, напишите в комментариях. Кусты чего это? Блин, ну у тебя тут и лабиринт. Ну ты и настроил, дружище. Значит мы идем к дирижаблю. Ладно. Ну, кажись мы сейчас полетим. Куда полетим, я не знаю. Блин, и знаете, фигово то, что русский язык теперь отображается... Ну, по крайней мере в Триленсиум. Вот такими вот какими-то странными квадратиками отображается. И чтобы прочитать, нужно открывать в любом случае чат. Ага, вот значит где спаунится эта ежевика. Ну, относительно близко от моего дома. Я бы сказал совсем рядышком, вон мое дерево. А вон там ежевика другого сорта, которая нам не нужна. Она внизу расположена. В общем, эта ежевика спаунится только у нас на закате. Нужно ждать. И интересно, сюда можно как-нибудь своим ходом добраться? Я думаю, что нет. Хорошо, когда есть дирижабль, блин. Оу, еее, наконец-то наступил закат. Я сейчас соберу эту ежевику. Интересно, сколько у меня получится собрать. И, кстати, что-то я не подумал, куда я буду собирать. Там, конечно, внизу есть корзинка. Но, может быть, мне лучше подогнать свой драндулет и в него скидывать. Припарковать его куда-нибудь задницей и кидать в его кузов. Да, наверное, я так и сделаю. Вот это я понимаю. Шикарно. Теперь мне есть куда скидывать. Не нужно будет ничего перекидывать. Просто поехал и сдал эту ежевику. Дружище, подкинь-ка меня наверх. Мамашини, ну закинь. Я не запрыгну отсюда. Ну, мамашини, ну, ну ты чё? Ну, блин, ну ты как-нибудь пониже-то можешь опуститься? Я же не длинноногий. Мамашини, опустись. Ты чё, застрял, что ли? Блин, на самом деле такое ощущение, что дирижаблем очень тяжело управлять. Он такой громоздкий. О, во, мне хватит. Всё, я за... Нет, я не запрыгнул. Сейчас, подожди, подожди, подожди. О, наконец-то, наконец-то. Всё, взлетай. Воздух, воздух, я земля. Блин, сейчас уже закат кончится, я, кажется, не успеваю. Эй, хотя бы пару ягодок и успеть бы собрать. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу, быстрей-быстрей-быстрей. И чё-то... А, во, есть. Я думал, нифига нету. Блин, ну, конечно, растёт их как-то, ну, не очень много. Ещё осталось попасть отсюда в мой кузов машины. Е-е-е-е, трёхочковый. Шикарно. Фух, ну, кажется, мы управились. Единственное, я тут кое-чего промазывал, по-моему. Чё-то у меня мимо кузова летело. Не потерял ли я тут одну ежевичку? Вроде бы нет. Ладно, будем выезжать с этой потёмки. Здесь темно, как сами знаете где. Хотя, чё это здесь? Тут везде темно. Шеф, открывай свою кладовку. Тебе здесь монстр картонный. Полудинозавр, полу-не пойми чё, привёз ежевику. Забирай. Ежевика стоит одна ежевика, девять серебра. В итоге мы сдали порядка пяти, пяти вот таких веток ежевики и получили сорок пять серебра. Мда, ещё осталось двадцать пять ежевики для выполнения квеста, придётся немного помочиться. Я, короче, ребят, пришёл к выводу, что мне обязательно нужен летательный аппарат, и сейчас мы что-нибудь с вами прикупим. Меня терзают смутные сомнения, и я очень сейчас не могу определиться, я очень прям, ну, мяшку, я не знаю, что выбрать, дирижабль или вертолёт. Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим, чё, сколько стоит. Итак-с, вертолёт у нас стоит две пятьсот серебра, либо десять тысяч голды, ху-ху-ху. Либо дирижабль, который стоит две тысячи серебра, либо восемь голды. Мне кажется, однозначно выигрывает дирижабль. Есть ещё один дирижабль, но он дороже. А грузовой вертолёт стоит вообще шестнадцать тысяч голды. В общем, ребят, путём месяца раздумий я выбрал дирижабль. Я пришёл к этому своему мучительному долгому решению. Я расстаюсь с двумя тысячами серебра. И именно сегодня настаёт торжественный день, когда у меня появляются крылья. Теперь я могу летать. Субтитры подогнал «Симон» Е-е-е, мазокакер. Ну это просто обалдеть. У меня теперь свой личный дирижабль есть. Ху-ху-ху-ху-ху. Ну всё, теперь можно летать куда захочу. Но в основном я буду, конечно же, летать вверх или вниз. И больше мне никуда не надо. Я с таким же успехом, в принципе, мог купить и лифт, но дирижабль это круче. Да не-не, я же, конечно, шучу. Слушайте, дирижаблем прям как танком управлять. Он реально очень сложен в управлении. Меня болтает, штормит. Вроде поворачиваю направо, а он ещё раз направо и направо. И чё-то как-то, ну, очень сложно им реально управлять. Чую, мне нужно сходить на курсы по управлению дирижаблем. Кто знает, где есть такие курсы, пишите мне в комментариях и стоимость этих курсов. Ну или кто может дать уроки на дону? На дону? На дому, ребят. Кто на дому даёт уроки по вождению дирижабля? Сейчас моя основная задача это не угробить моего пассажира. Всё-таки я летаю в первый раз на такой здоровой ерундовине. И всё может пойти как-нибудь не так. Тем более я же обожаю приключения. Точнее сказать, они ко мне притягиваются. Летали мы такие, летали. Всю ночь летали. И гляжу я, вижу в скале какую-то щель. И туда как бы можно пробраться. Любопытство взяло вверх, и мы полетели в эту пещеру. И каково было моё удивление. Там, ребята, есть картоха. Я вначале подумал, что это яйцо. Ей-богу. Я думал, что это яйцо. Но оказалось, это картоха, которая растёт в какой-то непонятной среде. Сейчас я вам покажу. Знаете, моя первая мысль, когда я увидел эту картошку, я подумал, что это яйцо дракона. И сейчас, если я его возьму, то прилетит мама дракоши, и она нафиг тут зажарит нас точно до состояния гриля. В общем, смотрите, вот она эта картоха. Она лежит в такой какой-то, то ли чашке, то ли это из земли такая выемка сделана. Больше похоже на какое-то гнездо. Но, несмотря ни на что, я взял эту картоху, кинул себе в дирижабль. И ничего, в принципе, не произошло такого чудесного и магического. Меня не подожгло адским пламенем. Я не превратился в угли. Меня не атаковали скелеты. Не напала банда зомби. В общем, всё было хорошо. Но магия, ребята, всё-таки произошла. Если вы немного отмотаете назад, перед тем, как я взял картошку, было ясно. Но как я только её схватил, сразу же хлынул дождь. Прям такой огромный ливень. Ну, а чего делать-то, когда идёт дождь? Ну, естественно, собирать арбузы. Все мои подписчики туда умчали на своих истребителях. Ну, а я ползу, как каракатица, на своём разваливающемся дирижабле 20 км в час. И всё как-то не могу доползти. Лечу я, значит, лечу к ребятам с арбузами. Решил немного набрать высоты. И вижу, вдали на сопке стоит дерево. Я офигел. Я, честно говоря, вообще очешуел. Думаю, дай-ка подлечу, посмотрю, мало ли, вдруг там что растёт. И реально, прикиньте, на нём растёт вот такая какая-то круглая фигня шерообразная, игольчатая. Буквально четыре каких-то плода. И называется это Дариан. Или как она там? Дуриан. Или... Короче, я не знаю, как это читается, как это переводится. И вообще, я в реале таких фруктов или это ягоды, я не знаю, что это такое. Я не видел. Вы посмотрите, как они по земле катаются. Они словно живые. Может, там какие-то, не знаю, муравьи внутри или тараканы или ещё что-нибудь. Или там червячки какие-нибудь ползают. Или, может, это кокон паука, который свил своё гнездо на дереве. Ох, не, не будем думать о таком. В общем, ребята, если честно, я удивлён. Я такого плода никогда не видел. Если вы его видели или пробовали, то, пожалуйста, напишите в комментариях. Потому что мне интересно, вкусно это, невкусно. И, может, это вообще ядовито и нельзя кушать. Но, в любом случае, мы этот плод продадим. И посмотрим, сколько мы за него выручим. Надеюсь, оно стоит того. Ну, а теперь направляемся к арбузам. Там что-то ребята мне пишут, что срочно приезжай, смотри, что тут у нас. Я прям, ну, в предвкушении, наверное, там какой-нибудь гигантский арбуз вырос. Поехали и посмотрим на него. Ребята, у нас здесь реально беда. Я даже не мог подумать о таком, что дирижабль может перевернуться. Вы посмотрите, мой подписчик попал в ДТП. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я-то думал, тут какой-нибудь гигантский арбуз. А тут перевернутый дирижабль. Ну, словно какая-то какашка тут разложилась, этот дирижабль. Эх. Надеюсь, он как-нибудь выкрутится. Арбуз мы насобирали. А Дог Доггинсон в одиночку взял и перевернул свой дирижабль. Вот силач, а. Да еще так перевернул, что дирижабль теперь от него укатывается. Вот это поворот. Да, ребята, если мы сейчас не остановимся, меня просто бомбанет и разнесет по всей квартире. Потому что серия получилась, ну, бомбическая. Куча приключений. Нужно немного прерваться. Вам спасибо, что вы смотрели. Не забывайте лайкать и оставлять свои подписки. Точнее, подписывайтесь и оставляйте свои лайки. Всем удачи, до нового видео и пока. Субтитры сделал DimaTorzok